всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса давно я не снимал лекции для своего канала я продолжаю эту чудную традицию передаю привет первому сезону первому потоку нашего пяти недельного тренинга ребята спасибо что пришли мы продолжаем с 3 мая кому интересно присоединяется будет еще четыре урока привет огромный второму сезону ребята мы только два занятия провели спасибо большое за вашу обратную связь у нас впереди еще восемь уроков но те кто не дошел до второго сезона 3 мая 29 мая мы начинаем еще впереди большой вебинар по эго и сегодня я вам хочу рассказать еще важную вещь это не будет приглашением на вебинар и на третий поток очень внимательно послушайте не переключайтесь мы будем говорить про личностные расстройства неврозы и основную фишку которую вам надо понять для того чтобы вы вообще поняли чем надо заниматься поэтому смотрите не переключайтесь никаких секретов в терапии неврозов не может быть потому что все люди разные у всех разные детства и секрет у каждого свой вот это первое что вам надо понимать есть упражнение для паники эти упражнения для горофобии есть упражнение для окр но это не секрет а вот секретов в терапии неврозов быть не может почему давайте я вам кое-что скажу я вот говорил об этом на своих семинарах на первом потоке на втором сейчас потоки сезоне и давайте я поделюсь это со своими зрителями каналов невроза мегаполиса то что вы сейчас узнаете может быть откроет вам ну так глаза которые когда нет вот это то о чем вы не понимали вы считаете что проблема ваша эта тревожность которая вам мешает которая порождает вегетатику которая порождает иногда панику из-за того что вы пугаетесь эта тревожность вам мешает это правда но у тревожности есть два пласта это фундаментальная тревожность и это вторичная тревожность когда мне говорят лёш с чего начинать терапию невроза я всегда отвечаю на на этот вопрос а на что вы жалуетесь что для вас является приоритетным то есть первое мы выстраиваем некую иерархию жалоб пациента чтобы понять на каком уровне осознанности он находится но если мне клиент говорит я боюсь умереть от своего сердца потому что он стучит 110 и я боюсь что я умру от инфаркта то я понимаю что он находится на верхнем уровне тревожности где у него неправильная информация работе сердца у него неправильная информация работе сосудов у него неправильная информация то что такое паническая атака и из-за этой неправильной информации и неправильного поведения в виде избегания тахикардии избегания паники избегания вегетатики у него формируется вторичная тревожность он в ней засел это вам всем многим знакомо я сейчас буду более сложные вещи поэтому потерпите сейчас дослушайте поэтому на первом этапе если наш клиент находится на вторичный такой высокой тревоги мы работаем с панической атакой мы работаем с агорофобией мы работаем с кардиофобией мы работаем с образованием и упражнением по поводу поведения как только мой клиент или зритель или вы скорее всего стали не испытывать панических атак стали ходить передвигаться уровень вашей тревоги снизится но незначительно даже в отсутствие панических атак агорофобии почему потому что под вот этой первой тревожностью из-за неправильной интерпретации вегетатики неправильно избегающего поведения всегда стоит основная тревожность то есть вы убрали это и осталось у тревожной согласны вот у кого сейчас нет панических атак нету вот этих избегающих форм поведения но тревожность внутренняя сохраняется она никуда не денется сейчас объясню почему поэтому тезис о том что надо убрать тревожность первым и на первом этапе лечения он и правильный и неправильный одновременно потому что все зависит от того что за тревожность опять же повторюсь если мы говорим о тревожности из-за неправильной интерпретации симптоматики да но основную тревожность вы никак не уберете если только вы не будете принимать фармакологию а мы сейчас про фармакологию не говорим так что же порождает вот эту фонд фундаментальную тревожность если у вас даже нет панических атак и страхов за сердце и нету вот этого избегающего форм поведения но вот эта внутренняя хрень какая-то спешка какая-то суета какой-то стыд какие-то вот такие вот вещи они у вас будут уже здесь невроз то что вы исправили шелухой виде вторичной тревожности это прекрасно но проблема это не решается этом и уж тем более это не поможет вам в терапии теперь посмотрите почему я хочу вам сказать такую важную штуку а вы в курсе что за всеми вашими неврозами стоит одна простая вещь вот одна просто у вас у всех кто догадается о чем сейчас говорю попробуйте вот сейчас правослух попробуйте предположить за всеми неврозами стоит одна вещь за истерическим неврозом за укр за невросты не за смешанными неврозами за генерализованным тревожным за депрессивным состоянием хотя она относится не к неврозам а классу аффективных состояний но есть неврозы смешанные тревожно депрессивно но тем не менее за всеми этими вещами стоит за диреализации депрессионализации за ипохондрии вот это вся вот такая арава классификации невротических расстройств стоит один момент что вас всех объединило нет не симптоматика не тело не эмоции не мышление мышление есть у всех у всех есть должествование выйдите сейчас на улицу у всех будет должествование если должествование было прибыли проблемы у вас бы сейчас у каждого человека был бы нет такого же у вашей соседки должествование порой больше чем у вас и что-то она как-то не жалуется объяснить что стоит за всеми вашими неврозами одна вещь главное которая никак не уйдет даже если вы гуру в панических атаках даже если вы проводите тренинги по паническим атакам это все равно не уйдет даже если вы гуру в агорафобии даже если вы написали 338 книг и купили себе кучу подписчиков ютюбе у вас все равно это не уйдет но у вас нет панических атак вас дает догадывайся чем я говорю за всеми неврозами я понял не там ну говорю за всеми неврозами стоит одна вещь это платформа на которой растет основная невротическая конструкция вот смотрите вот эта платформа на которой стоит психика человек психика человека состоит из двух основных ступ но она стоит на платформе если эта платформа очень болезненно то человек на этой платформе будет стоять либо на одной ноге либо вообще будет валяться сейчас объясню эта платформа называется неполноценность проще говоря все неврозы от истерического до обсессивно-компульсивного это комплекс неполноценности теперь смотреть как это происходит нету человека у которого вышла на поверхность невротическое состояние у которого нету комплекса неполноценности и есть куча людей у которых есть и бложествование оценочное суждение катастрофизации перфекционизм но у них не так ярко выражен этот комплекс неполноценность либо он проработан и у них нету вообще никаких больше проблем поэтому терапия моя с вами заключается не про в сда и паническую атаку она заключается про фундаментальный комплекс вашей личной неполноценности а комплекс неполноценности который является основой порождает вторую проблему это отсутствие самости или разрушенная я концепция или разрушенная самоидентификация как хотите называете какая разница это когда человек выросший из комплекса неполноценности вырастает полу психологическим инвалидом как это выглядит он не может принимать решение самостоятельно он все время опирается на мнение мамы или папы или мужа или жены но это уже вторично то есть на мнение каких-то людей он не может находиться наедине с самим собой долго у него начинается тревога он не может сам принимать решение он постоянно зависим от кого-то или он постоянно зависим от работы потому что работая типа его любить можно то есть чек с комплексом не будет никогда неврастеником человек без комплекса точнее чек без комплекса никогда не будет убиваться на работе в неврастении можете представить чека без комплекса который работает так чтобы убиться это только чек с комплексом неполноценности будет доказывать свою полноценность том перфекционистическим объемом работы которую он делает то есть неврастеник это человек который закрывает свой комплекс неполноценности а-ля большим количеством работы чтобы я для всех был хорошего не полюбили чтобы я вот этот комплекс как-то подпитал проблема в том что комплекс неполноценности ребята это прожорливая скотина которую вы никогда не накормите поэтому неврастеники которые пытаются свой комплекс неполноценности закрыть объемом работы за которые получают любовь они обречены на госпитализацию потому что их комплекс сожрет все их результаты они будут пустыми валяться на кушетке истерический невроз когда комплекс неполноценности закрывается таким вот ярким социальным поведением вот этим любите меня любите меня это тоже прожорливая тварь потому что вы никогда не станете идеальным вы никогда никому ничего не докажете это тоже прожорливая хрень окей а обсессивно-компульсивное расстройство это еще более прожорливая хрень потому что вы никогда для всех не будете хорошим потому что как бы вы не перешагнули как бы вы не сказали какой бы вы правильным за и к не были только чтоб не было плохо только чтоб я никого не убил только чтоб не это это все растет от того как я буду плохим потому что я базово говно я же базово такой плохой я могу что-то сделать а вдруг я саду с ума а вдруг я потеряю контроль а вдруг я это вы как видите видели неврастынника у кэрщика и и истерика с отсутствием комплекс неполноценности я и мировое сообщество психотерапии не видела но я видел людей у которых куча убеждений они ругаются матом они даже иногда пухают они какие-то странные но у них нету комплекса неполноценности именно поэтому у них нету симптоматики поэтому главный ну хотите секрет терапии неврозов это не в сд и не панические атаки и не уровень тревожности это не тревожность и не дыхание по и квадрату и не джекобсон и не когнитивная даже терапия а это работа с комплексом неполноценности персонально вашим на основе которого и стоят те отсутствие самоидентификации и мышление здесь является лишь одним из таких агрегирующих ну одним из компонентов потому что мышление у человека с комплексом неполноценности тоже искажено но оно искажено подчас не больше чем у вашего соседа но если сравнивать в убеждениях и силе этих убеждений вашего соседа силы убеждения что там кто-то там и кто-то что-то может быть даже сильнее по шкалам бэка а у вас она будет не такой яркой но у вас симптоматика кроет не по-детски потому что ваша ваша сосед скажет да мне вообще пофиг чего обо мне сказали а вы скажете как обо мне скажет плохо это же ужасно ну пример такой да ну и так далее поэтому главная проблема неврозов это комплекс неполноценности и как бы вы не считали себя брутальным парнем как бы вы не считали себя какого у меня комплекса чё у меня просто таки кардио у меня просто вегетатика у меня просто это всегда спускаясь по вашей терапии мы приходим к определенному моменту что вы доказываете либо себе либо окружающим возьмем укр я боюсь сойти с ума я боюсь и болеть шизофрении я боюсь делать это и что будет если так случится я буду плохим от меня отвернуться я буду ужасным т.д. уверенный в себе человек который стоит на ногах психологически уверенно скажет да чё такое чуть только в голову не пришло какая херня какая потому что он у него внутри психологический стержень здоровый он не пришла в голову такая фигня но еще всякое бывает он никогда не будет сомневаться в собственном мышлении у него у человека стоящего твердо на ногах психологически никогда не возникнет сомнения о том что мысль которая пришла ему в голову может породить какое-то действие он скажет чё охренели мало ли чего я подумал так михал че сюда все пойти у него не будет таких даже сомнений человек стоящий чё точно в своем комплексе на ногах у которого нету неполноценности не будет никому что доказывать не будет верещать орать истерить чек без комплекса неполноценности не будет убиваться на работе поэтому ребятки котятки наша с вами задача не про ВСД с паническими атаками говорить она же с вами работа работает фундаментально над вашим комплексом который обрубил вам либо одну ногу либо две объясняю если вы хотите чтобы я вам сказал последний главный фундаментальный момент чем я занимаюсь с вами и объясню вот давайте вы мне зададите такой вопрос Лёш можешь описать как бы ты меня видел какие у меня должны быть качества развиты с помощью нашей с тобой терапии чтобы у меня не было вот этой все херни вегетативный обсессивный комплексивный и так далее депрессивный и я могу сказать я могу вам всем сказать как выглядит это объясняю вы должны быть целостным целостный человек это человек который может сам принимать решение это человек который может выносить одиночество может жить самостоятельно он опирается финансово и морально на себя он независим от мнения даже близких людей он говорит да я вас понял но я решу по-своему или он имеет а проработанное это принять собственные ошибки и сказать да михалыч ты прав или да ты знаешь я был неправ это человек который не будет доказывать что у него лучше чем у другого это человек который не будет мериться чем-то это человек который если от которого что-то ушло он расстроится но очень быстро восстановится и пойдет дальше это человек который потерпел ну не терпев неудачу встанет отряхнется и пойдет дальше это человек который не начнет самоистязаться за какие-то неудачи или за какие-то провалы это человек который разорасставшись с близким человеком не начнет депрессировать себя что он больше никого не найдет он станет пойдет дальше проще говоря это человек который уверенно стоит на ногах как материально так и морально и он не зависит от обстоятельств которые происходят вокруг него понимаете он не все зависим это и есть самоидентификация поэтому терапия неврозов очень интересно в этом смысле и вот этим мы с вами и занимаемся по поводу тревоги паники и так далее это все детский лепет по отношению к тому что я сейчас вам рассказывал если вы правильно меня понимаете да вторичная тревога на первом этапе важна в терапии но вы никогда ни дыханием ни джекобсоном ни дыханию по квадратам никакими телесными практиками не вы можете удышаться вы можете своим своей там прану я не знаю гонять по своим чакрам сколько хотите комплекс неполноценности от отсутствия или наличия панических атак не восстанавливается комплекс неполноценности от отсутствия агорофобии не восстанавливается комплекс неполноценности не восстанавливается даже закинуть вы можете закинуться прозаком тонну прозака сожрете он будет вот так вот но когда вы из крови прозак выйдет ваш комплекс неполноценности никуда не денется поэтому вы можете изучать техники вы можете ходить вы можете летать на самолетах Вы можете делать что угодно, но стержень, где вы не стоите на ногах, все равно останется. И вы все время будете чувствовать какую-то недоработку. Поэтому приходите на наши занятия и не занимайтесь хренью под названием «Главное – это избавиться от вегидатики и паники». Это не проблема. Поймите одну. Вот хотите я вам просто пример приведу. Жила-была моя клиентка. Она была воспитана в такой семье. Ну, давайте я такой собирательный образ хотите возьму. Потому что их очень много. Женщина обратилась с паническими атаками, страхом за сердце и страхом онкологии. Первый уровень. После того, как она стала ходить самостоятельно по городу и перестала бояться за эти симптомы, она начала понимать, что что-то как-то не легче. Ну, да, как бы нету. Потом выяснилось, что все началось с того, когда отношения с мужем стали ухудшаться. Казалось бы, многие скажут, что у тебя невроз из-за того, что у тебя стали ухудшаться отношения с мужем. Какая хрень. А никто не задал вопрос, а почему именно она стала так относиться из-за того, что у нее стали ухудшаться отношения с мужем. Сюда же приплетаем работу. У вас могло так случиться на работе. Сюда же приплетаем какие-то неуспехи. Ну, быстренько, да, накидывайте себя на эту модельку. А не задумывались, почему вот ваш сосед вот таких проблем, как у него, не испытывает таких проблем, как вы, а у вас вот с женой, с мужем что-то там с возрастом случилось? Испытывайте. Опять же, потому что ваш сосед морально стоит на ногах устойчивее, чем вы. Понимаете, о чем я? То есть, вас ушатают только те события, когда вы не стоите на ногах. Понимаете, о чем я говорю? Под ногами мы говорим вашу целостность. Целостность и независимость внутреннюю. Поэтому все вот эти истории, где все, что связано с мужьями, женами, детьми и так далее, это очень-очень такая хитрая вещь. Объясню. За последние 7 лет я очень часто видел, когда клиенты, исходя из того, что они выросли с комплексом, где их родители не поставили на ноги, их родители фундамент им не создали, их родители настолько их своей гиперопекой и любовью обрубили ноги, то есть, это родители, которые, в принципе, не вырастили самоиндентифицированного человека. Они выросли человека полуинвалида, и этот человек просто передался из рук родителей в руки мужа или жены. Но тут он ходить не научился, и тут он ходить не научился. И вот именно в таких случаях, когда с мужем или с женой зашатается, у него поднимется очень сильная тревожность. И пойди там разрули все это паническими атаками и ВСД. Вот таких людей я, ваш покорный слуга, фактически мы отращиваем им ноги. Вы можете представить, сколько на это может уйти время, и сколько на это может уйти морально-волевых сил, как моих, так и вас. Если вы понимаете, что у вас есть вегетативные, фобические, обсессивно-компульсивные симптомы, я вам даю 101% это проблема вашего комплекса. Второй вопрос. Вы говорите, Леша, сколько мне надо времени на то, чтобы мне стало легче? Отвечаю. Если этот вопрос касается образования о сердце, о панике, об агорофобии, это вот немного. Это не устранит комплекс твой. Вы можете, еще раз вам говорю, вы можете быть гуру в панических атаках ВСД, но ваш комплекс неполноценности будет бить таким фонтаном, что он будет просто сдувать мой WhatsApp, мой контакт, и все мои каналы связи от демонстрации этого комплекса. Понимаете? Ну, сейчас не об этом. Я к чему? Я к тому, что работа над неврозом по вопросу комплекса неполноценности в сроках, она неограничена, потому что я, давай так скажу, все зависит от того, насколько ты все-таки успешно стоишь на ногах. Но смотри, если мы понимаем, что ты вообще без ног валяешься, ну, грубо говоря, без мамы я не могу, без папы, если мама умрет, я вообще не знаю, как жить. Мне, правда, 33. Если от меня уйдет муж, я вообще не знаю, как жить. Если я останусь без друзей, без подруг, я вообще не знаю, как жить. Я не могу сам принимать решение, только вот как, вот кто скажет, так я и живу. Вот если такая ситуация, то это дольше. Потому что, ну, сам подумай, это надо взращивать заново с консультантом. Если ты как бы решение принимать можешь, да, и ты стоишь на одной ноге, а на второй ноге фактически есть какая-то хрень, надо разобраться, что за хрень. Тут мы разбираемся с таким моментом, с чего все началось. И там очень четко видно, где эта ахиллесовая пята у тебя проявилась. То есть, ты можешь как бы сказать так, да я могу и без жены. У меня есть девушка, я люблю, у меня есть жена, но если что-то, я выдержу, там, тын-тын-тын. Но! И есть такой момент под названием, вот, когда на работе не прет, вот тут я начинаю себя истязать. Я как бы могу принимать сам решение. Я независимый морально, там, финансовый и так далее. Но я неврастыник. А кому ты что доказываешь? Ну, я доказываю себе, окружающим, свою полноценность. О! Значит, получается, твоя ахиллесовая пята в том, что ты все время будешь сливать туда энергию, и пока мы вот этот комплекс не закроем, у тебя эта дыра постоянно будет высасывать. Понятно? То есть, сроки терапии будут зависеть от количества дырок. Если дырка одна, мы ее закроем относительно быстро. Если у тебя вообще там решето с детства, то будем заклеивать каждую поэтапу. А что вы хотели? Когда он говорит, секрет главный, да это же какой детский сад, черт побери. Ну, ладно, не буду ругаться сейчас. Вы меня поняли. Поэтому уровень тревожности, независимо от дыхания, независимо от йоги, независимо от работы с телом, не уменьшится до тех пор, пока не начнется постановка психики на твердые ноги. А даже если ваш уровень тревоги и уменьшится от того, что вы начали ходить по городу, от того, что вы начали не сбегать каких-то мест, это не настолько сильно, чтобы справиться с комплексом. Но тут надо отдать должное одного момента, что когда мы будем взращивать и менять комплексные полноценности, нам, безусловно, понадобится самостоятельное передвижение, и нам, безусловно, понадобится очень много таких вот действий. И если ты не можешь выйти из подъезда, потому что ты веришь, что пульс 110 тебя загасит, конечно, надо начинать с этого. Но мои клиенты в большинстве случаев это люди, которые уже не испытывают панических атак и горофобии, но им не легче. И моя работа – это работать над этим фундаментальным, психическим, целостным здоровьем, чтобы вы были полноценные, целостные, гармоничные люди. Приходите на наши семинары. С 29 мая мы начинаем, а ближайший онлайн-вебинар будет по работе с эго и комплексом неполноценностей. Это будет тема отдельная. Следите за анонсом, приходите на этот онлайн-вебинар. Ну и 29 мая мы начинаем. Те люди, кто хотят повторить с первого и со второго сезона, я тоже вас жду. Вы просили там скидку. Кто-то хочет с первого сезона. Можно еще. Можно тоже приходить. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы поняли сегодня, что стоит за невротическими расстройствами всеми. Не надо стесняться этого комплекса. Это всегда, это было и есть во всех людях. Просто у кого-то он более ярко выражен, у кого-то он менее ярко выражен. Я вам так скажу. Это все по правилам. Потому что, если вы, например, вспомните, ну вы не вспомните, если бы вы знали меня в 98-м году, в 2000-м году, в 2005-м году, вы бы никогда меня не узнали. Поэтому, поверьте, вопросы комплексов, они решаются. Просто надо не про ВСД и панические атаки, а надо работать с собственным комплексом. И я вам последнюю вещь скажу. Чтобы, давайте так, чтобы справиться и взрастить себя, и справиться с собственным комплексом, надо, чтобы вокруг вас были люди, и была та среда, и у вас были те учителя, и кумиры, и наставники, у которых этот комплекс, а, проработан, и, б, они достигли на несколько голов выше, чем вы в моральном проработанном смысле. Вот этот момент очень важен. Поэтому, вот мы говорили об этом вчера с ребятами, что такое харизма. Да, сейчас не буду это повторять, но это степень того, насколько вы можете этого человека, морально на него опереться. Объясняю, почему ваш покорный слуга кого-то раздражает, а кто-то на меня только может опереться. Объясню. Потому что, когда у человека есть невротическое расстройство, я понимаю, что его комплекс неполноценности очень сильно задет и воспалён. Вопрос просто в том, насколько он сильно задет. Как правило, раздражаю я тех, кому я попадаю в аккурат, в определённый момент этого комплекса, и я становлюсь таким антагонистом его комплекса, я как раздражительная красная тряпка. Потому что я являюсь как раз демонстрацией, как вам это объяснить, я являюсь таким отражением его собственного комплекса неполноценности. Он говорит, о, вот он мой враг, вот он, вот он какой, вот с ним я понял, вот он. И вот тут начинается самое забавное, что они бы могли взять и их чувства ко мне негативные начать прорабатывать, и я бы сделал бы им терапевтическую услугу, если бы они прорабатывали их собственные чувства ко мне. Потому что я отзеркалил их комплекс. Есть люди, которые только на меня очень сильно могут опереться, потому что когда у них нету какой-то ноги, или вот этот комплекс разрушен, им как раз не хватает вот этого внутреннего стержня и опоры, который они могут взять во мне. Но тут есть один важный момент. Мне нельзя стать для них пожизненным костылем. И есть такие люди, которые пытаются мои видео или меня взять в пожизненные костыли. Вот тут я очень быстро начинаю их обрубать. И это почувствовали участники первого сезона. Они знают, о чем я говорю. И мои личные клиенты. Потому что моя задача, это не постоянно бегать с тобой возле велосипеда и включать в тебе YouTube, а сформировать в тебе самостоятельную способность встать на ноги. Да, я буду рядом, да, я буду помогать, да, я буду обучать и идти рядом, но в какой-то момент ты должен будешь оттолкнуться и поехать сам. Сказать, ааа, получилось. Первое время будем падать, будем падать вместе, спотыкаться. Примерно поняли, что такое терапия неврозов. Поэтому все неврозы – это про комплекс неполноценности. И чем ярче ваша симптоматика, тем ярче ваш комплекс неполноценности. Успехов! Будьте здоровыми, приходите на занятия. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok